Он считывает белый и черный. Если на одном даче, например, черный, то он заворачивает. Собрать робота, запрограммировать его, чтобы он проехал все поле, избегая препятствий. Такое задание получила старшая группа на третьем краевом робототехническом турнире. Испытания здесь сложнее олимпиадных, поскольку вместо простого конструктора используют полноценную плату. Видите, это готовая команда используется. И там датчики уже откалиброваны. Вот это все, вся вот эта механика, которая здесь влияет, которую нужно учитывать руками, там она учтена самим производителем. Колеса ровные, двигатели крутятся одинаково. Одна коллега есть среди участников других возрастных групп. Самые маленькие с помощью конструктора должны собрать стенодвитное устройство и пройти полосу испытаний. А вот ученикам из средней школы досталась задача многоаспектная. В честь года учителя им представлена возможность создать робота-помощника для преподавателя. Он должен уметь пройти через рамку металлодетектора, забросить мяч в корзину и подтянуться на турнике. Поехал робот на задание. Например, солнечную панель отодвинул ее. И он должен вернуться назад, и тогда ты меняешь ему модуль, и он съедет выполнять следующее задание. А в лектории напротив участники отстаивают честь своих изобретений, которые помогают улучшить экологию. Такой региональный конкурс для учащихся точки роста появился в этом году. А ребята, которые на экоботах, они в течение полугода, они придумывали тему для научного исследования. Они совместно с нашими педагогами придумывали конструкцию того робота, который будет либо под воду опускаться, там замерять что-то, либо в теплице находиться и постоянно, допустим, определять уровень влажности и температуры. Подобные изобретения сделал и Иван. Эта желтая коробочка измеряет уровень загрязнения воздуха. Преимущество в компоновке. По сравнению с другими похожими проектами, он маленький и не требует много энергии. Тут расположены два датчика. Датчик углекислого газа и влажности и температуры. Прибор считывает показания и сравнивает их с нормой. Если все хорошо, то он горит зеленая лампочка. Если какой-то из показателей превышен, он выводит его на экран, включается красная лампочка и безопечатка издает характерный звуковый сигнал. Всего на конкурсе свои разработки представили свыше сотни участников. И с каждым годом их становится больше. Причина, говорят специалисты, развитие сферы робототехники в регионе. Все более ценными становятся и призы. Помимо медалей бытовых приборов, призеров ждут сертификаты в типографию на создание рабочих полей для испытания своих изобретений. Елена Кузовкина, Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком.